друзья всем привет мы находимся с вами на байк-марафоне 7 озер меня зовут мельников сергей номер 75 и сегодня мы пройдем с вами дистанцию гонки один круг 25 километров так гонка проходит по трассе между озерами гладышевская это на северо-западе от санкт-петербурга я вот едут и прямо на старте гонки у меня заедает цепь сзади цепь при переключении заживала и мне пришлось остановиться вот всю гонку отпустил вперед конечно да говорю что надо так ухануться в самом начале но что вы поделаешь и так гонка вначале идет небольшой горку и потом мы спускаемся в песочный карьер и двигаемся по карьеру накануне прошли обильные осадочки уже наполнили водой ямы все стали служили вот и я сейчас пытаюсь наверстать отставание от группы хотя группа уехала далеко вперед я сегодня еду с белушину дмитрий это номер 66 сейчас передо мной вот я его догнал после моей первой поломки на гонке кстати о поломках накануне я ремонтировал велосипед что закусила самом начале как так ремонтировал велосипед перед гонкой провел вот их ты вот так сказать как обычно в последний момент и только вечером увидел что у меня оказывается есть достаточно серьезная поломочка на моем крепление крепление заднего амортизатора фокусова лопнул лопнула то ли шляпка то ли кусок болта который крепит амортизатор в нижней его часть в общем всю эту гонку я старался следить за тем чтобы он у меня не вываливался не позволял себе наверное ментально что ли сильная дергать велосипед хотя такие возможности были а и еще один из моментов у меня вроде бы был накачан амортизатор задних под меня под 70 килограмм мои но вначале вот пока мы тренировались я что-то разочаровался потому что меня у самого насоса нет я попытался накачать своим электрическим сиомовским насосом но он как-то не смог накачать в общем я такое ощущение что я на гонке на этой пробивал подвес это очень плохо и так вот мы едем в первый такой тягунок подъем я здесь уже тяжело дышу с непривычки плохо размялся плохо размялся окей пропуская гонщицу вперед думал что мешаем вроде бы едем почти почти одинаково значит гонка здесь проходить проходит по карьеру песочному мы его уже проехали и за счет того что накануне был дождь песочек стал достаточно мокрым твердым и по нему было проще ехать чем вот говорят участники с прошлого гона когда трасса была более сухой плане песка ну и так и есть я еду категории m30 упоминая дистанция одного круга порядка 25 километров как я вижу по предыдущем видео гон трасса начало трассов в первый километр он немножко отличается от предыдущих но есть свои сюрпризы от меня отгоняет дмитрий номер 66 дмитрия недавно тоже была поломка у него заварена рама под седлом если видно перекрестки перекрестки вот а первый за первый затык на нашей красе и наш план немного сорвал участник номер 20 хотели здесь прошмыгнуть но он там немножко закупорил проход но ничего страшного в общем сразу по было понятно что здесь здесь заехать не получится и нужно спрыгивать с велика и бежать в горку даже вот здесь вот пару метров вроде как можно было проехать но вот я знал что здесь будет затык поэтому побежал вперед слева у нас ребята слева синим участник не помню фамилии номера представители также знакомые пытаюсь здесь проходит свое дыхание но не совсем это получается справа очень отвесный карьерный склон если туда улетишь мало не пока но виды здесь очень классно корень здесь я очень хорошо так создану себе пальцы на ноге мизинцем прямо об эту корягу вот из-за того что отвлекся немного косяк при монтаже видео ну в общем то вот мы здесь спускаемся по песочному пляжу гоняю ребят здесь мотыляет очень сильно да здесь нужно будет очень аккуратно трасса хоть и мокрая но все равно как бы песок все едет скользит нужно правильно тормозить ныряем крутой поворот я не вписываюсь и пытаюсь дальше движать оборот луж на трассе было много но видимо в прошлом году если сейчас организаторы сказали что трасса достаточно сухая но я посмотрел это да уж много но соглашусь с организаторами воды конечно было меньше чем в прошлом году по видеоролику который я видел там прямо показатель на грёвна которыми дальше у нас будет проезд грёвна были полностью в воде там есть участок где нужны дорогу проезжать по настилу из грёвен причем они еще были там не закреплены и они всплывали участник когда по ним проезжал поднимать и грёвна игра но в этот раз здесь воды конечно но для меня это все равно много первое время я пытаюсь ехать более-менее аккуратно объезжать воду оружие потому что лужи вперед перед нами был запущен более массивный контейнер участники от 50 километров они проезжают это вот два друга пока я болтал с вами на грунтовую дорогу автомобильную здесь приехать достаточно приятно но не когда ты едешь я все отглядывался назад думал может быть меня хватит или я могу сесть на колесо сзади у меня есть участники номер 20 впереди ворота и я рукой что нужно сбавить скорость и дело в заблуждение да это мой поворот я так притормозить хотел группу потому что я еду прямо в ворота и видишь мне знать слева чтобы не было бывало прямо так получилось так вот песочку ехать очень неприятно на самом деле силы тратится на то что покрышка продавливает песок чтобы зацепиться на что-то твердое но силы на это тратится очень много и за счет того что у меня подвеска достаточно прогибалась первое время я ехал боясь боясь сломать не так притормозить показал да да я хотел сказать притормозить руку вверх поднимать страшно было снято что таких скоростях по песочку мокрым отпускать руль достаточно опасно это у нас гонщик не ошибаюсь под номером 20 машина да я еду сейчас за алексеем на нато уже тяжело на самом деле слышно как хрустит песок в системе приходится бороться с этим впереди у нас виднеет зеленая флотбак форма если не ошибаюсь и получается и из таких команд как антибэк тренинг мне нравится форма достаточно яркая заметная и запоминальность так заезжаем в очередной песчаный подъем он небольшой но здесь нужно работать пульс у меня на гонке где-то был 170 первые первые километры первые половины пока я не начал ехать по лужам пульс был достаточно рабочий вот алексей от меня уехал достаточно далеко его тент я держать не могу но еду пока как могу погода достаточно пасмурная и сначала было прохладно но когда все начали крутить я думаю все разогрелись и стало нормально местами кстати выглядывало солнышко что было очень приятно и вообще обожаю момент когда у нас осень золотые краски по разметки разметка вроде бы везде висит все вроде вроде бы читаемо но есть такие моменты мне приходилось немножко дуплять непонятно было куда ехать а иногда просто не дешевле в зомби режиме смотришь смотришь в одну точку и краем глаза не замечаешь разметку но здесь разметка в начале гонки и в конце все было хорошо но будет момент где с разметкой был какой-то жесткий персерк трасса кстати трасса достаточно компактабельная но очень много широких проб синглов синглов вроде бы так и нету но то есть таких синглов где ты долго едешь за кем такого здесь точно нет едешь кайфуешь отдыхаешь получаешь удовольствие от того что в воскресный день ты не лежишь где-то там на диванчике не играешь в компьютер а занимаешься активным об этом это конечно очень радует и мотивирует периодически посматриваю на свою подвеску заднего маркизатора наблюдаю не выкручивается ли остаток болта на котором все держится по сути там такая проблема сейчас что с одной стороны болт вставлен в ушки маркизатора который режется за раму а с другой стороны он просто торчит а очень такой неприятный момент что а вдруг она так собирает вибрации но бегая на пилет нормально здесь я пропускаю часть часть под номером четыре никой из школы мтб по-моему я хатанфаева да понимаю что еду медленнее поэтому и тут пытаюсь ехать с таким же темпом но понимаю понимаю уже здесь я начал понимать что темп это держать тяжело но впереди есть ориентиры это уже гораздо приятнее чем просто ехать в одиночку есть мотивация крутить дач крутые повороты лужи пока все обезжаемые объявляю вроде пока чистенький вот и мы выныриваем из леса и попадаем на автомобильную дорогу асфальтированную я здесь понимаю что нужно догонять иначе она сейчас уйдет в отрыв пытаюсь пытаюсь идти догонять а работать первым нужно конечно я здесь не могу всего у меня нет но на хвосте посидеть надо потому что вещи достаточно много километров и вот мы догоняем ее конечно вдвоем а сзади нас никого нет периодически я посмотрю назад смотрю кто догонял точнее если те кто догоняет участник мы едем сейчас еще раз по грунтовой автомобильной дороге она частично асфальтированная видите частично она занесена песочком я бы есть прямую траекторию занять не получается постоянно нужно лавировать но но это пока все получается хорошо а впереди с поворотом который мы сейчас залетаем там будет дорога еще а вот нам показывают куда поворачивать и здесь нам ждут куча ям по спидометру я посмотрел где-то на участке бомбе трассы я до 47 км пускай если это был такой спуск вряд ли это была прямая вот держусь из последних сил на самом деле но не хочется крутить с таким темпом как крутят впереди участницы но понимаешь надо потерпеть хотя бы до леса потому что двух подвес есть преимущество когда едет нужно вниз от огня но тебя подвес его спасает а участников на фортеле их конечно растерзает и они оттормаживают поэтому я понимаю что надо здесь держаться на сколько хватит но вот здесь уже я понимаю все отваливаюсь отваливаюсь и ну не стараюсь догнать все понимаешь хорошо я отваливаюсь и еду дальше уже примерно в своем виду коварство луж еще такое что если ты ее не обидишь ну с 50 на 50 в луже может быть камень в луже может быть яма какая-нибудь глубокая отбойная если ты в нее улетишь на такой скорости то мало не покажется поэтому все кончики без исключения стараются объезжать в лужи по краям а из-за того что виляешь влево-вправо скорость значительно падает так свернули обратно в лесную тропу здесь лучше будет больше конечно трасса уже более разбитая но но я пока еду без проблем на таких поломок пока не предъявили первое лужа после которой я решил что ну в принципе можно и намокнуть на этой трассе поэтому дальше я не так переживал за то что намокну и спокойно смело летел прямо по лужу так как здесь дороги достаточно популярные вижу грибников то есть кто-то ходит за грибами ну и видно что следы от машины есть поэтому понятно что дорога обслуживается и ну я я не боялся в общем словить камень вот поэтому периодически либо объезжал по краю уже как сейчас либо прямо по центру потому что ну если там проезжает машина то явно машина пузом об камне ехать не станет смело периодически опять же посмотрю назад до этого момента все еще сзади никого нет впереди уже догоняем двух участников точнее видел двоих участников есть стимул есть стимул немножечко потерпеть попробовать догнать впереди участников да кстати камеры протираю думаю это была хорошая картинка для вас так что ставим лайки на ютубчике обязательно тоже мотивация записывать какой-то ролик да после каждой лужи с одной стороны кажется что вроде бы помыл систему кассету все должно быть чистенькое но как только ты проехал лужи и начал ехать по лесной подстилке по песочку то все это налипает обратно и хрустит с новыми с новыми так сказать впечатлениями с одной стороны вроде бы нужно и объезжать сохраняться чище держать но я для себя понял что мне здесь главное это чтобы не вылетела эта шпилька болт мой оторванный а все остальное я пережил и велосипед тоже да некоторые лужи можно очень хорошо объезжать по второстепенным тропинкам объездам некоторые некоторые обижать не получалось да и не хотелось время терять в этот раз на гонке не стал одевать контактные линзы прошлые гонки пальцево видео до сих пор которые я не смог смонтировать это непонятки с очередностью файлов на карте памяти запутался и потом забил но в общем проблема с линзами когда я носишь линзы очень опасно если в глаз попадает песок связь это очень сильно натирает глаза в линзах и ехать с такими глазами вообще невозможно вот а с пальцевской гонки я потом приехал домой у меня двое суток глаза были красные выглядело это конечно очень поэтому здесь я решил не рисковать глазами подречь и ехал просто в обычных очах что собственно думаю было хорошим решением потому что еще есть такой момент что разметку в очках которые имеют например линзы желтые иногда разметку пролетаешь и не заметишь погода все же радует дождя не было на трассе когда мы ехали а лужи были достаточно теплые ул это это дождь не было не было не было еду достаточно время один никто не догоняет вперед уехала порядка двенадцати наверное 12 гонщиков может чуть меньше и спереди у меня есть знакомые лица но болт конечно сделан болт и самый первый старт цепь которая закусила да сделали мне нехорошую погоду и от у меня не забылся пришлось догонять следующая гонка кстати следующая гонка у нас и я постараюсь привести в порядок и я не тренируюсь сейчас весь сентябрь я ни разу не тренировался вот поэтому буду сегодня на этой неделе постараюсь каждый день закручивать на велостанке дома у меня конечно шатаны не показывает километраж но на нем надо чтобы ноги не отдыхали мы выезжаем на бревенчатый настил ехать здесь ужасно по моим эмоциям на видео это можно понять но на самом деле монета это не так страшно как хардтейлом у них подвески нет но я тоже еду боюсь не пробить сильно подвеска еще нужна но это было и это было прикольное ощущение было бы скорость побольше мне кажется было бы еще интереснее да вот после бревен у нас такой песчаный небольшой уклон да вот здесь вот песочек я еду представляю как бы здесь было ехать в сухую погоду это была бы жизнь кто-то уже боксовал думаю правильно ли я накачал колеса может быть стоило побольше спустись здесь почему-то поймал какой-то тремор не мог привести в чувство свой путь точнее дыхание что-то что-то через пару секунд говорить на камеру песочек уже подсох на подъеме видели наверное последние модные модели мерседесов у которых есть функция выезжание из песков они раскачиваются вверх-вниз вверх-вниз вот я сейчас еду по песочку по песочку и представляю как-то сидишь ты просто педальку жмешь а машина за тебя едет ну хорошо песок мокрый песок мокрый а грязный в некоторые моменты так и хотелось встать и крутить в стоя но я уже к этому моменту как-то вот шатался и крутить в стоя совсем не было желания и но и 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 В этот момент меня уже кто-то там поджимает, да, точно, я помню. Но вот эти лужи немножко конкурента осадили, а я по ним просто полетел, намокну. Но первая моя позиция здесь была не эта. Так, очередной классный спуск. Пролетаем в длинный лэп, велика закрывалась. То есть понимаешь, что нужно набрать инерции и стараюсь не загнаться. Вон первая кочка, конечно, сходила. На эту гонку на раму примотал 4 геля. Ни один в итоге за все время гонки я и не съел. Но перед этим съел 2, как сказать, подготовительные геля. А эти 4 штуки я так и не стал есть. Голода не было. Это учитывая, что я с утра очень плохо поел. Полтарелки, кашу, голод. Мы надогнали. Это у нас мороз или, если не ошибаюсь, номер 80. Он говорит, поехали. Я говорю, давай. И какое-то время мы сейчас будем бегать вместе. И какое-то время мы сейчас будем бегать вместе. Вот, блин. Да, решил проехать по луже. Луж мало, говорят. У Елены, похоже, что ли была какая-то поломка. Все нормально? Понятно. Так, не понял. Говорю, луж мало, да? Вон, даже откуда-то еще ручейки стекают. Видимо, какой-то родничок. А так хорошо ехалось на колесе. Какой темп хороший был. И вот эта лужа все испортила. Кручу опять какое-то время один. Грибников, кстати, в этот день было не так много. Хотя люди... А вот здесь пролетают поворот. Слышу, что меня крикнули. А, вижу. Понимаешь, что свернул не там. Не знаю, как я пролетел... Вот, блин. Спасибо. Так, пролетел этот маячок. Ну, видимо, вперед когда-то смотрел, не зацепился глазом. Вот опять песчаная тропа такая, на которую у меня много сил хватило. Так что... За Еленой уже в таком темпе в нем сидел. Поэтому потихоньку, потихоньку отрывки у нас нарастает. Ну, вот. Да, в лесу вот встречаются интересные такие шалаши. Людей нет. Ну, где укрытия. Видимо, здесь приезжают туристы. Здорово проводить время. Лес прекрасный, шикарный. Думаю, он хорошенько. Все, Елена уже и свет простыл. А я здесь где-то пытаюсь въехать в эти песчаные тропы. Лесу. Да. makнутом туманки с тайны. Все-таки сейчас смотрю на видео и понимаю, что колеса нужно было чуть-чуть побольше запустить и тогда я бы получше бы проезжал песчаные участки, но уже поздно, пить боржу. Здесь такая развилка и пару секунд смятения, откуда поворачивать, но увидел разметку и все, не смог. Так. На некоторых местах разметка была далеко и вот сейчас у меня было такое одно из смятений, правильно ли я повернул? Разметки всем нет. Плажка не видно и не видно. Но потом бы присмотрелся на землю и видно, а есть следы велосипеда, при их нахуй. Как бы сразу, ну понимаешь, что вроде все верно. еще и приятный такой спуск, помозить совсем. не видно. Коварная лужа. Здесь я, наверное, ушел пару, пару частей земли, потому что я еду без крыльев, а здесь такой участок везелый. И как раз руль был повернут чуть в сторону и это все прилетело под крылья на улицу. А я уже мокрый, мне уже все равно, мне жалко. Он здесь чуть не улетел. Коварская обочина достаточно, там из дома колесами как съелась и можно было убраться. Да-да-да, ребята, камеру я протираю, поэтому будут узнать ваши либо комментарии, либо лайки под видео. Собственно, почему я видео записывал? Ну, до этого я писал текст. Ну, честно говоря, вот видео интереснее получается, когда аудиозаписываешь. Других участников послушал, очень здорово. Я пока, конечно, нуб, но голову преодолеваю хорошо. Я пока нуб в записывании аудиозаписи. Ну, и ничего страшного. Я думаю, наверстаю. Звук изменился на видео, это потому что в камеру в микрофон попала вода. Но в камере несколько. Все, за этим и ехал. Несколько микрофонов, поэтому ничего. Теперь слышно, как у меня нагружается рама. Раньше, кстати, таких звуков я не слышал забав. На трассе будет несколько бродов. В этом году действительно воды в бродах было меньше. И они даже были проезжаемы. А в том году я видео смотрел, там броды такие, что нужно было прямо их по бокам обходить. Но это не очень, как у меня. Пока. Субтитры добавил субтитры. Субтитры добавил субтитры. Субтитры добавил субтитры. Ну а здесь сейчас будет очень интересный участок, а внизу. Так, я догнал там таевнику, представительницу команды Школы МТВ. И мы сейчас, судя по градиенту, спускаемся с сурки внизу. И сейчас будет очень забавный момент. Смотрите внимательно. Поворачиваем налево. Проезжаем бровод. Приятно, кстати, было. И навстречу едет один участник. Второй участник, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Думаю, да, классно. И эти участники, если я правильно понимаю, они могли несколько километров вперед уехать. Это фиаска. Как так пролетели вы? Действительно, вот я сейчас по видео смотрю, вроде бы разметки нет. То есть, разметку могли случайно задеть велосипедом, поворачивали и снять. Но, вот вся эта группа, которая проехала, по-моему, это, собственно, все участники, которые были впереди меня. Вот блин. Я финишировал, сбегая наперед к одиннадцатым номерам, и вот впереди пролетело восемь-девять участников пролетело. Поэтому, я думаю, либо это грибники сняли разметочку, ну, либо так получилось. Уже здесь не меньше в этом месте, причем здесь уже они с такой землей жидкой, что достаточно опасно, скользко. Сейчас будет классно. Ну, чё, показать класс! Ура! Камешка в лужу не было, повезло. Чё, уже я ехал, что ли, сюда. Не намоклась. Да, проехал. Водичка тепленькая. Ну, что, похолодно поближе, в озере констатали. Да, тут бродик будет. Да, вот ребята горят по озеру, можно будет искупаться. Ух! Ух! Ну, и дальше отпускаю участников, потому что я не могу, потому что я уже устал и еду по годам. Да, похоже, надо протереть камеру, и я это через пару секунд здесь. Здесь так часто были лужи, что камеру протереть после каждой ниве. Ну, руль отпускать не хотелось. Солнышко проглянуло, стало теплее, надо с ней ехать. К финишу. До финиша оставались уже километров пять отсюда. Хотя, нет, пять-десять, наверное, где-то. По-хорошему нужно было догнать ребят и пытаться ехать вместе, но все же нет. Не стал почему-то, не знаю, не было такого настроения. Настроение испортила поломка, которую я так и узнал. Так что было печальненько, но нужно было доехать. Главное было сохранить велосипед в целости. Что, собственно, я еще надеюсь. Повезу опять в сервис, буду смотреть. На этой неделе нужно обязательно ехать подчинить, проблему исправить и посмотреть, что не так с амотизатором сзади. Почему он так сильно просыпал? Может, действительно, я его плохо накачал? Надеюсь, так и есть. Он меня ни разу еще не подводил. С 2015 года все эти болты, они держались скалой. Но одна гонка в Пальцево велосипед знатного шатана. Это при том, что я ехал не в полную силу, который мог бы ехать, потому что я на ту гонку в Пальцево забыл дело, форму дома. И мне пришлось ехать всю гонку, ехать в джинсах. Это было адрес и жарко, неприятно. Плюс был еще дождь, и я намок. Было грязно. Там было очень много косяков. Я думаю, я смонтирую это видео и попробую. Хотя гонка очень интересная была. Там достаточно крутые спуски. Технически нужно хорошо отрабатывать. Я там улетал с велика. Крутил не хочу. Один раз заблудился. В общем, было весело. Но никого не догнал, не обогнал. Поэтому я вот даже не знаю, стоит ли мне такое видео выкладывать где-то. Еду по один в лесу. Никому, наверное, такое будет неинтересно. Так, группа уехала далеко вперед. Все, я их потерял. Ну и никаких попыток их догнать у меня в голове даже не зарождалось. Поэтому путем. Здесь уже ямы не такие глубокие вроде бы. Поэтому ехать стало что-то быстрее. Пульс лужи, конечно, осадили. У меня упал до 150 на этом участке. И фару в момент вроде даже я где-то начал замерзать. Но мне нет. Конка была отличная. Ноги не сводила. Кушать не хотелось. На спине висел гидрогидрач. У которых было где-то полтора, ну, чуть меньше литра воды. Которую я так и не попил. На раме опять же 4 геля. Которую я так и не съел. В общем, в плане еды мне 25 этих километров как-то очень легко зашли. Учитывая, что я не тренируюсь сейчас, а просто приезжая на гонку и еду. Да. Было достаточно легко. Транс достаточно легко. Здесь я уже не стараюсь объезжать в лужу, вилять влево-вправо. А просто максимально по прямой траектории пытаюсь ехать. Хорошо линзы не одел. Да. Во рту песок. Вся рожа в земле, в песке. Это точно. Линзы бы здесь не собирали очень плохо. Пришлось бы останавливаться. Снимать линзы грязными руками. Доставать очки. В общем, большую часть гонки мы проехали. И до финиша здесь остается буквально, наверное, 5 километров. Где-то так. Белокомпьютер, кстати, был настолько грязный, что я не успевал его чистить. То есть один раз протираешь, а она здесь опять придет. О! Помоемся! Да, это был второй брод на этой гонке. Чистенький стал. Притормозил я только по той причине, что на видео, которое я смотрел в прошлом году, там была очень глубокая лужа. Вроде бы. Вот. Поэтому здесь я что-то как-то побоялся лететь вперед. Тем более, тут видно было, бревна лежали. А в бревна утыкаться не очень хотелось на такой скорости. Я, конечно, понимаю, что у меня вилка с ходом подвески 150, и она очень хорошо спасает в такие моменты. Но... Нет. Хотите. Я вот еду и думаю, может быть, напечатать на 3D принтере или сделать какую-то пластиковую защиту, которая бы при заезде на лужу, в воду, например, рикошетила бы в сторону. То есть она бы не летела в систему, в цепь, а летела шире. От покрышки, в принципе, и так вода в ширину улетает, но все равно улетает. Особенно если по луже пролететь под углом, то это все. Впереди вижу какие-то маячки, думаю, что это участники, но нет. Впереди какие-то строения, машины. Местные жители, наверное, удивляются, какие-то чумазые, ну или я-чумазые проезжают мимо. Радуются могут. Вот делать людям нечего в воскресенье, отдыхали бы дома. Ну, в этом и кайф соревнований. И я не сильно желею, что единственный свой выходной я трачу. Да, вот тут мотоциклисты. Да, ну-фиг, давай, давай. Хорошо, там сидишь, газулькой газуешь и идешь. Там не крутить, не крутить. Так, здесь будет такие. Поворот резко вправо или это резко влево. Солнце хорошо, бельярное, сразу весь лес красками умирает. Одно заглядим. Один Сережа едет. Мокрый, грязный, чумазый. Велосипед весь ко мне. Простите за мою прямоту. Вижу этот забор, вспоминаю, что на видео я его видел. Сразу так положительно, так хорошо, на душе. Вроде бы все четко по трассе. Еду, и вот эти тропы мне уже напоминают, что вроде бы у нас финиш шел по таким же дорожечкам. Еду, еду и уже вкушаю, что сейчас вот раз и выеду на финиш. Но на самом деле здесь еще километра 3 все-таки где-то ехал. Может я сейчас не шту, 3-4, ну где-то так ощущение было. Периодически посматриваю назад. Сзади вроде бы никого, но все-таки сзади кто-то мелькал. Не разглядел, но кто-то в черной форме меня там на песочке догонял. Не знаю, пытаюсь тут лечь на руль, чтобы так компенсировать встречный поток воздуха. Но долго не получается в таком положении. Трасса извилистая, много воды, я... Трассно. Увидел сзади кого-то, решил, что надо немного втопить. Увидел. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще один участок с дребнами Забыл переключить подвеску на мягкий Еду на самый жесткий В прошлом видео В том году, в 22 году Эта вся дорога была под водой Ну не под водой, но в воде И эти бревна, они плавают Участник ехал по трассе И у него прям под колесами Буревна, а не берегами Это было, наверное, очень Кайф Жестоко А, мне понравилось Кайф Необычная трасса Нравятся какие-нибудь спецучастки Необычные Чуть не подскользнулся Но удержался Сидее Вот Опять Возвращаемся К такой Земляной дороге Вроде бы она раскатана машинами Но Здесь много грязи Больше Ого Норм Тоже Так же Как и Коши Какое-то Луже Толесо Уехало Впереди Вижу Знакомые Формы Синий-зеленые Формы Думаю, что Возможно Сейчас загоню Пытаюсь Немножечко Ускориться Но Но Не получается А Это был Фотограф Фотограф на велосипеде С фотоаппаратом Еще один такой Грудь Давай Здесь В принципе Можно было Попытаться проехать Но Можно было проехать Если бы ты Сережа Знал бы Яну Но Так как ты ее не знаешь Это не проехать Но На камеру Пару фоточек Похоже Сделать Ждем С нетерпением Это получается уже Третий Брок Такой серьезный Постоянный Который здесь На трассе Третий Впереди Впереди Рассматривается По-моему Одна Две Фигуры Впрочем Так Сильно Догонять Начал Понимаешь Вроде Даже Догоню И Еду по центру Дороги Так Как здесь ездит машина Тут Центр Точно Нормальный Неразжеванный И без камней Сразу видно На трассе У нас Были бегуны То есть У них тоже здесь Забег Одного из них Я догоняю И Со всего Маху Внимаю В эту лужу Хорошо Что Товарищ Успел Вперед Убежать Или Иначе Я бы его Наверное Хотел Здесь тоже Интересный мостик Ревна Лежат Вдоль Вроде бы Можно проехать Но Колесо Упирается В яму Так что Я чуть не перелетел Через руль Подвеска отработала Догнал Догнал Участника На Гревеле Не ошибаюсь Это Гревел Без подвеска Да Я кстати Еще перед тем Как мы Стартанули Тоже увидел Участников Гревел Байкер На самом деле Ужаснулся Потому что Это же Реально жестко Велосипед Он хоть и легкий Но Евозит он По такой дороге Наверное С ним нужно Очень аккуратно ездить Особенно По этой грязной Жиже Скользкой Но Что и делает участник Он Очень аккуратно Проезжает Участник А я Здесь Не парюсь Ну Это И Логично Если бы я ехал На подобном Лежке Я думаю Я так же Аккуратно Либо Я буду Где-нибудь Устахнуть Здесь Вижу Какая-то Дорога Справа Внизу По колее Лежит ручеёк Понимаю Что Ручеёк Обычно Лежит по твёрдому У нас Сил Из земли Поэтому Я решаю Ехать По нему Здесь Не только Камера была Не только Камера Вот я Чудом Летаю В эти Ворота Ну Не только Камера Здесь Была Грязная Еще У меня Были Все Очки В земле А протирать Нету Время Я одним глазом Вижу Трассу Другой Земля Да Вся Система Хрустит Говорит Я замучилась Кайф 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 Кайфуле Было бы еще кайфнее, если бы подвеска была настроена, задняя, амортизатор хорошо Уху И не было бы проблемы с этим же самым Да, я в говно заехал С этим болтом Который вовка Ну Трасса Кайф Кайф Очередная лужа Которая решила объехать справа Что ж такое Вот здесь тропинку увидел заранее, почитаю Что можно было объехать Периодически посматриваю назад на участника нагреве Стараюсь Уехать от него Чтобы Было преимущество Потому что Ну На песочных Таких участках Он меня бы сделал На раз-два До финиша Буквально Один или даже меньше Километра Километра Уху Уху Надо отметить, что на этой трассе я точно впервые трассу совершенно не знаю и думаю в следующем году я здесь покажу результат гораздо лучше ну и в планах зима хорошенько прокачаться прокачать выносливость прокачать мощность чтобы были более крутые результаты у меня и так кстати если по сравнению с другими годами сейчас в этом году результат гораздо лучше что мне на самом деле на самом деле лесочный участок ну мы здесь разгоняемся держим высокий кадр и хорошо его пролетает древно так же не составило труда здесь вот такой участок неприятный дорога пересечения но машин там не было было страшновато можно так пересечься с автомобилем который бы оттуда ездил все уже понимаю что на велокомпьютере увидел значение 22 или больше понимаю что это уже все почти почти доехал умернулся от елочки и влетел жиржа с грязью не ожидал не ожидал поел грязь и поехал да еще один участник с бревнами неприятными как по мне так хуже всего бревна которые лежат в твоем направлении по таким бревнам очень страшно ехать очень навернуться это как ехать по рельсам колесо может либо заживать резко запустить и ты улетишь либо оно пойдет юзан ну ты тоже полетишь ничего хорошего от таких бревен на трассе ожидать не будет все до финиша остались считанные метры и не в т т т т т т т т но на прямых участках столько сил осталось просто кручу и то вот как вы видите где есть песок он отнимает так сил когда едешь один стимула мало его в общении поэтому здесь лично я мог единственное что меня подгоняет это участие сзади но от него я уехал достаточно хороший отрыв который быстро сокращался еще один брод а уже было неожиданно все еще одна лужа думаю жалко нету фотографов чтобы запечатлеть как мы проезжаем по мужем и здесь еще одна лужа а вот это самое замечательное сейчас будет еще одна лужа впереди последняя на которой я утону буквально утонул да это она здесь настолько глубоко что я просто утонул там в грязи и и по моему пока это был больше половина точно у меня ушел велика впереди еще и песчаный подъем радости у меня был момент очень много в крыше опять камеры микрофон залил но ничего все же я думаю флажок который там мог быть где много участников свернуло не туда был банально сорвать случайно думаю это было причем группой 1 самыми сильными гонщиками возможно они там залетали на больших скоростях прижимались близко к деревьям и могли просто ну просто напросто сорвать висящий флажок да и мы именно по таким причинам организаторы стараются вешать сразу несколько флажков на деревья потому что вот если флажок один улетает то там еще есть пара струющих флажочков но вот здесь на участке где мы все уехали не туда было видимо всего лишь один все бывает лично мне раз понравилось и организация была на выше единственное что я не дождался горячего ужина но по семейным обстоятельствам так сказать пришлось срочно ехать у меня заболели животные нужно было их срочно вести ветклинику видимо я немножко ошибся с буквально последними километрами вот эти последние подъемы это вот здесь я справа увидел крутой спуска потом очень жесткий вверх песчаный подъем я так и думаю неужели мы поедем туда и дорога повернула налево на самом деле даже немножко расстроился потому что было бы круто если там был такой подъем вверх песчаный я помню на какой-то на какой-то трассе гоночной у нас здесь в области есть такой участок там вдоль лэп по песку и очень приличный подъем даже две таких вот вот по моему мы возвращаемся карьеру только уже другой стороны что-то хрустит у меня в велосипеде главное это слышно только когда микрофон интересно что это явно это не переключатель а это возможно стучит как раз тот самый болт который у меня сорвало подвески здесь тоже еду удивляюсь почему мне на встречу едет участник но потом догадываюсь что это участник едем уже все откатал понимая что это уже финиш финишный финишная прямая и летая на всех последних силах которые передвиняется машины припаркованные вот этот был поворот где у меня слетела цепь точнее где и заживала на последние секунды и у нас здесь будет а вот сейчас попросту надпися вот вот действительно это то что ты ну вот Да, тут я просто по прямой Пролетел финишный поворот Неверяем под ленточку и финишируем Спасибо за внимание Ставьте лайки Комментируйте видео Приехал я в итоге По финишному протоколу 11 за час и 18 минут Всем спасибо, всем пока